И смех, и слезы, и любовь. Необычный вечер поэзии состоялся в Мурманске. В одном из городских пабов презентовала свою новую книгу «Перегорела» наша коллега Екатерина Гладышевская. Уютный зал собрал около 70 гостей. Поздравить автора пришли друзья, однокурсники, коллеги, член регионального отделения Союза российских писателей и председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Иршов. Как и говорили по эскизу, водой растекаясь, ты проживала себя в веренице рождений. Так, излечив от зимы 30-го кая, вдруг сама перестала отбрасывать тени. Голова кругом, а сердце готово выскочить из груди. Каким бы публичным ты ни был, в такие моменты трудно сохранять хладнокровие, да оно и не нужно. Секрет успеха любого стихотворения, его открытость и искренность, ну и, конечно, техника. И ты, как прежде, глядишь мальчишкой в ее глаза, и, прячась искристую нежность в изгибе рта, сжимаешь до боли пальцы, чтобы не показать, не выдать, не вышептать. И в тысячный раз смолчаешь, что сокращается мир до скважины, для ключа, что ноги не имеют и голова горяча, когда она касается твоего плеча. И жизнь походит снова на кавардак. Зал полон, но не слышно даже шепота, и оттого особенно приятно. Зрители ловят каждое слово автора, словно примеряя на себя все образы и эмоции лирической героини, вызванные любовными переживаниями или какими-то внешними факторами. Держусь, ночую кончится заветное терпение, вскочу, как сумасшедшая, и дико прокричу, ну где же ты, желанное, родное отопление? Вернись ко мне, любимая, я так тебя хочу. Своя книга сегодня удовольствие не дешевое. Типографические услуги по карману не каждому, особенно если автор придирчив. И обычная овсетная бумага, и классический формат А5 его не устраивает. Вот и здесь материал был собран давно, а напечатать его удалось лишь несколько лет спустя. И то благодаря государственной поддержке. В 2016 году Екатерина получила губернаторский грант. Глядя в глаза Кати, вот как они улучшатся от радости и счастья, но понимают, что, как минимум я понимаю, вы можете ко мне присоединиться, что мы, чиновники, живем не зря. После выступления автограф-сессия. Процесс для автора со скромным опытом публичного чтения непривычный, хоть и, безусловно, приятный. Каждому хочется пожелать чего-то особенного, но ведущий торопит. Впереди вторая часть вечера. На этот раз слово предоставят гостям. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобой. Здорово, парнище, ступай себе мимо, уж больно-то грозень, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу везти мы. Отец, слышишь, Руды? А я отвожу. То, что планировалось минут на сорок, кажется, уже невозможно остановить. Смущение и робость сменяют уверенность. Вот и из желающих прочесть свое любимое стихотворение и поделиться эмоциями складывается очередь. На автобусном стекле острым ноготочком, Беспощадно ледяной искажая штрих, На глазах у всей толпы сочиняю строчки. Может, ты когда-нибудь прочитаешь их? Что за манера, сразу за ногам, Что за привычка, сразу на колени. Ушел из жизни Маяковский хулиган, Ушел из жизни хулиган Есенин, Чтобы не унижались за гроши, Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски. Ушел из жизни хулиган Шукшин, Ушел из жизни хулиган Высоцкий. Никакой фальши и лицемерия, Только улыбки, смех и искренние слезы. В этот день поэзия объединила даже незнакомцев. Последние гости расходились уже ближе к полуночи, С отличным настроением и незабываемыми эмоциями. Первый литературный вечер в городском пабе Можно считать состоявшимся на все сто.